Первое послание к фессалоникийцам, глава вторая. Ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнуренье. Ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть поистине, которое и действует в вас верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплемянников, что и те от Иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся. Мы же, братья, бывшие разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть ваше лицо. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы, не и вы ли перед Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы — слава наша и радость!